Это новости на канале РТВ. Меня зовут Сергей Кенин. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Исламское государство угрожает новыми терактами. На очереди Вашингтон. Джихадисты предостерегают страны, которые, по их мнению, участвуют в так называемом крестовом походе. Как мы поразили Францию в самое сердце Париж, мы клянемся, что мы так поразим США в их центре в Вашингтоне, заявили джихадисты. Спецслужбы западных стран услышали угрозы террористов. Провал правоохранителей во Франции, а вернувшиеся к гибели более сотни человек – однозначный сигнал тем, кто борется с исламистами в Сирии и Ираке. За стремительным развитием событий после парижских терактов следит мой коллега Владимир Унанянц. Франция скорбит, а вместе с ней и весь мир. Почтить память погибших минутой молчания приходят люди всех национальностей и вероисповеданий. Среди парижан – президент Оланд. Глава государства предпочел турецкой Анталии, где проходит саммит Большой Двадцатки, свою столицу. По ту сторону Ла-Манша тоже приспущены флаги. В Лондоне восприняли трагедию Парижа как свою собственную. Британская столица не понаслышке знает, что такое терроризм. И Соединенное Королевство готово встать рядом с Францией в борьбе с исламским государством. Солидарна и Германия – цветы у посольства Пятой Республики. Они пытались атаковать наш образ жизни. Тех из нас, кто хочет жить свободно, весело проводить время с другими людьми. Это подлая атака, так что я здесь, чтобы выразить свою поддержку. Стоя вспоминали жертв терактов и в Брюсселе. Склоненные головы министров – дань уважения. Но некоторые европейские политики после терактов Парижа обвинили власти ЕС в том, что они склоняют головы перед экстремистами. Неспособность спецслужб обеспечить безопасность граждан Евросоюза порождает множество вопросов. И первый из них – насколько правильно политика единой Европы в отношении мигрантов. Ведь следы парижской бои не привели в самое сердце ЕС – Брюссель. Причем в квартал, где проживают в основном мигранты с Ближнего Востока. Вы вправе ожидать от нас дебатов под влиянием событий в Париже. Естественно, мы вновь выражаем наши соболезнования Франции и французскому народу. Мы продолжим борьбу с ИГИЛ. Но мы все также знаем, что борьба с терроризмом не может быть выиграна военными средствами. И именно поэтому мы должны контролировать себя, особенно в этой ситуации, и не выносить неправильных решений под давлением ситуации. Мы должны четко разделять понятие терроризма и миграции, и помогать мигрантам проявления гуманизма, в то время как терроризм – варварство, которое необходимо победить всеми средствами. Но мы не должны объединять эти два понятия. Теперь, правда, объяснить это жителям того же Парижа будет гораздо сложнее. Набирающие популярность ультраправые отмечают – политика мультикультурализма терпит крах. С террористами невозможно говорить на языке дипломатии. Они понимают только силу. И с этим мнением согласны все больше европейцев. А к призывам находящихся у власти политиков укреплять решимость на Старом континенте относятся все более скептически. Эти атаки предназначены для устрашения, но они будут только укреплять нашу решимость. Терроризм и экстремизм никогда не смогут победить демократию и наше открытое общество. НАТО решительнее, чем когда-либо настроено бороться с терроризмом и экстремизмом. Мы, венгры, не понимаем эту дискуссию по миграции, так как мы живем в другом часовом поясе. Мы уже решили эту проблему, а другие все еще ищут решение. Пока результаты расследования указывают на то, что экстремистская сеть в Европе очень разветвленная, и спецслужбы просто не в состоянии уследить за всеми ее ячейками. Опасность новых терактов крайне высока, и нивелировать ее лишь бомбя бензовоза исламского государства в Сирии, предварительно разбрасывая листовки с предупреждениями о предстоящем ударе, как это сделали американцы, невозможно. Аналитики уверены, Западу предстоит полностью изменить свой подход к борьбе с терроризмом. Лишь очень жесткие меры по отношению ко всем, кто хотя бы косвенно связан с джихадистами, могут принести Европе относительное спокойствие. Владимир Унанянц, РТВИ. Хизбалла и Хамас – нет террористические организации, в этом уверены в Москве. Официальную позицию Российской Федерации озвучил замглавы МИД России и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов. По его мнению, боевиков шиитской Хизбаллы не следует считать террористами только потому, что они никогда не совершали терактов на территории России. Кроме того, он отметил, что члены движения избраны в парламент Ливана. То же самое касается Хамаса. Эта группировка, как отметил Богданов, является составной частью палестинского общества. Я напомню, активно поддерживаемый Ираном Хизбалла действует в Ливане и Сирии, а также устраивает вылазки против Израиля. Уничтожение еврейского государства – главная цель и для движения Хамас, захватившего власть в секторе газа. В самом Израиле указывают на то, что в стране проживают граждане России, которые также становятся жертвами арабского террора. Учитывая, что в Москве часто говорят о том, что надо заботиться и защищать своих сограждан, заявление Богданова многие в израильских политологических кругах сочли некорректным. Прекрасно все – от первого пограничника до последнего хинкали. Так, один из капитанов игры «Что, где, когда» Елена Потанина отозвалась о 13-м чемпионате мира по спортивной версии игры, прошедшем в Тбилиси. Грузинская столица принимала гостей из 25 стран, среди которых такие известные имена, как Александр Друзь, Максим Поташов и многие другие знатоки игры с 40-летней истории. Участники турнира назвали мероприятие в Тбилиси самым представительным за всю его историю и, конечно, победитель команда Сергея Николенко – рабочее название. Отмечу, что помимо нынешнего чемпионата Грузия ежегодно проводит турниры «По, что, где, когда» в приморском городе Батуми. Этот чемпионат мало того, что был выигранным чемпионатом, это один из самых приятных и интересных чемпионатов в моей жизни. Я очень часто езжу на соревнованиях в Грузии, и грузинская гостеприимность всегда меня потрясала. Я смотрю РТВИ, и новости я узнаю только на этом канале. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. Оставайтесь на РТВИ. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова